МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. Здравствуйте. В студии Андрей Фадеев. И вот о чём мы расскажем сегодня. Тревожный четверг. Сегодня пожарным и спасателям пришлось не сладко. В начале выпуска сводка происшествий. Расходы бюджета растут. Куда направят дополнительные средства из городского бюджета? Лучший участковый города Березняки живёт в съёмном жилье. Между ними тает лёд. Сборная Пермского края по фигурному катанию продолжает держать марку на чемпионате России. Кует победы березняковский тренер. И День защитника Отечества глазами самых юных жителей города. Я переживаю. Потому что я думаю, что у меня это когда-нибудь случится. Об этом и не только. Смотрите далее. Сегодня ранним утром жителей Орла разбудили сирены пожарных машин. Дом на Советской улице выгорел практически дотла. Люди остались без крова. В 6 утра на пульт пожарных поступил звонок. Уже через 12 минут первые расчёты прибыли на место. Лишь спустя несколько часов удалось полностью потушить все постройки. С огненной стихией сражались 18 пожарных. Сейчас проводится проверка. Тревожное сообщение пришло из загородных трасс. Сегодня многотонная фура вылетела с автодороги в районе Яйвы. Огромную махину занесло. Уже неделю на этом участке трассы водители держат в напряжении гололёд. В этот раз только благодаря опыту водителя жертв удалось избежать. Свидетели утверждают, сегодня утром, спускаясь из горы, прицеп тяжелогруза понесло в сторону. Водитель успел среагировать и ушёл в кювет. Фуру из снежного плена вытягивали с помощью трактора. В дневное время у нас более тёплая погода, поэтому дороги оттаивают, вечером наступают заморозки. То есть состояние гололёда у нас усиливается. Поэтому необходимо выбирать дистанцию безопасную и выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям. Тем временем МЧС предупреждает, грядут морозы, ожидается гололёд. Водители просят отказаться от дальних поездок, родителей просят следить за детьми на прогулках и всем быть предельно осторожными. В Березниках капитально отремонтируют любимое для многих горожан место – мемориал Победы. Об этом стало известно на думских комиссиях. К слову, расходы бюджета города в этом году увеличились на 357 миллионов рублей. Средства также нужны на ремонт школ, кинотеатра «Авангард» и строительство крытого катка. Часть денег направят и на благоустройство города. На повестке дня 13 вопросов, ещё три из раздела «Разное». Первым с итогами 2017 года выступил Олег Мизин. Главный полицейский города сообщил о снижении преступности на 20%, а также предложил депутатам рассмотреть вопрос о предоставлении жилья сотрудникам МВД. Лучший участковый города Березняки живёт в съёмном жилье. И для справки скажу, что из 59 участковых, которые должны работать на территории города Березняков, у нас 15 человек – это не комплект. То есть эти ставки пустые. Олег Мизин отметил, что жильё для полицейских могло бы привлечь в город дополнительных сотрудников. А вот что касается частных перевозчиков, их развелось чересчур много, жалуются муниципалы. Маршрут номер один, площадь Решетова околится через юбилейно. Ходят 15 машин. Сейчас 15, через полторы минуты. Они в зоне прямой видимости. Как вы думаете, течение деньги выведут? Муниципалитеты. В течение последних пяти лет пассажиропоток стабильно снижается процентов на 7. Из-за того, что участников много, город терпит убытки. Поэтому повышение проезда в общественном транспорте в ближайшем будущем неизбежно. Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин. Новости на ТНТ. Завтра все мужское население страны ждет поздравления, подарки и, конечно, праздничное застолье. А лучшим угощением для мужчин испокон веков считалась добрая порция мяса. Вы уж мне поверьте. На охоту за самым свежим и выгодным мясом в Березниках отправился Дмитрий Сидельцев. Времена охоты на мамонтов давно прошли, но аппетитные блюда из свежего мяса веками остаются неизменным условием щедрого застолья. И современные добытчики и хранительницы очага знают, далеко ходить за нежнейшей вырезкой не надо. Проверенное место на самом виду, возле дворца имени Ленина. Мы все время берем. Я уже пять раз брала за диму. Берем, берем все время. Нам даже доставку на дом. Мы на наступке живем. Они мирно приводят нас. Меня, ее и мясо вместе. Для тех, кто любит вкусно и сытно покушать, знакомство с мясником – одно из самых выгодных. Несмотря на серьезность профессии, как правило, это люди добрые, всегда готовые поделиться секретами выбора правильного мяса. И один из таких – Кирилл. Он поможет не только советам, но и делам. При необходимости бесплатно доставит мясо покупателю прямо до квартиры. А если надо, то и разделает. Мясо у нас из набережных Чулок, республики Татарстан. Свинокомплекс Сосново-Боровской. Тамский бекон. То есть там очень высокая система контроля. Ассортимент мясного мини-маркета на колесах обновляется каждые 2-3 дня. Каждая партия, только привезенная со свинокомплекса, сопровождается необходимыми сертификатами. Продукция отпускается покупателям полутушами и четвертинами, которые до продажи хранятся в рефрижераторе. Никакой заморозки, только охлажденное нежное мясо. И помимо качества у него есть еще один весомый плюс – удивительно низкая цена – от 168 рублей за килограмм. Тут сала-то нет. Если бы хотелось еще сало когда-то солить, его не бывает у них, да? Это хорошее мясо. А сколько в городе цена? Там и 200 есть, и 300, и всякое. Сколько бывает? И 230, и 250. Вот такой вот. Ну если одна мякать, там за 300 бывает, наверное. Мы туда не ходим и здесь берем. Что ж, теперь опытные добытчики и мудрые хозяйки знают, как выгодно сделать жизнь сытной и вкусной. Но надо знать еще одну важную вещь. Уникальные цены в мясной автолавке УДК имени Ленина будут действовать только три дня – с 23 по 25 февраля. Так что включайте свой инстинкт охотника и вперед за выгодой и качеством. А желаю всем приятного аппетита. Дмитрий Сидельцев, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Сборная Пермского края по фигурному катанию уже выиграла целую россыпь наград на чемпионате России среди любителей. Чемпионат продолжается, и копилка с медалями еще может пополниться. Тренер нашей сборной – жительница Березняков Анна Никонова. Сейчас она вместе со спортсменками находится в Смоленске. И сегодня нам удалось связаться с ней по телефону. Сегодня только второй день соревнований, а наша сборная выиграла уже 11 наград. Впереди три соревновательных дня. Пермский край представляют фигуристы из Соликамска и Александровска. Березняковские спортсменки болеют за своих подруг по команде дома и продолжают набираться опыта. Все тут очень интересно, все захватывающе. Стресс, конечно, для всех, для нас. Эмоции и положительные, и отрицательные. Но я думаю, что мы защитим честь городов Пермского края. Общая сборная, она составила 16 человек. И на 16 человек у нас уже в тем прокатах. То есть мы можем привезти 47 медалей. Кто сказал, что 23 февраля сугубо мужской праздник, а вот и нет. Потому что в Березняки привезли шикарные комплекты постельного белья и невероятно красивого текстиля. Вера Андреева уже побежала праздновать. Кто не любит уют в доме, когда все вокруг для души, дорогие сердцу мелочи и восхитительно уютный домашний текстиль. Порой самые теплые и яркие моменты рождаются вот из таких простых и обыденных вещей. Мимолетные улыбки, прикосновения, произнесенного доброго слова. Что вам по душе? Да, в Березняки вновь прибыли добрые помощники, которые помогают создавать уют. Прилавком конца и края не видно скатерти, подушки, мягкие пледы и более 300 видов постельного белья. Но просто мечта для гостеприимных хозяек. Я вообще походу какой-то постельный маньяк. В смысле белья, конечно, оторвать меня сейчас от прилавков с этими восхитительными комплектами просто нереально. Хочется все и сразу, а главное цены очень-очень заманчивые. Кстати, похоже, я тут не одна такая. Согласитесь, а ведь наволочки под одеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в феврале садовых ирисов? Вот оно, полюшка целая. И охапки роз, и романтика Парижа, и даже жаркие самаркандские мотивы. Лучше не придумаешь перечитать тысячу и одну ночь, укутавшись в эти диковинные восточные узоры. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Причем хорошую славу для этой выставки сделали сами покупатели, которые возвращаются сюда снова и снова. Комплекты из поплина, сатина, качественной бязи. Действительно, на всех этапах производства проходит строгий контроль качества. Но сегодня покупатели буквально охотятся на эти одеяла и подушки. Таких в Березниках днем с огнем не сыщешь. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Шея болит, да. А вы спите на боку? Ну, так правило, да. Ну, на боку из-за чего спят люди? Из-за того, что подушка простая идет. То есть у вас шея висит. Вот хотел бы порекомендовать вам такую подушечку, которая идет в валик, под шею идет. Она идет более жесткая, у кого проблемы с позвоночником и с шеей. То есть идут магнитные аппликаторы, точное воздействие на шейный отдел. И тут зашиты семена кассии. То есть микромассаж идет головы. Очень приятный. Кстати, вы знакомы с топерами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и мечтает о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топера вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Вот этой хозяюшке ее спина точно скажет спасибо за сегодняшнюю покупку. У меня это уже там матрасы, знаете, с такими начинают уже. Бугры. Бугрки. Это для выравнивания. Ну а если вы вдруг захотите поменять интерьер, выставка Ивановского трикотажа и здесь станет вам надежным помощником. Присмотритесь вот к этим чехлам для диванов и кресел. Они способны за минуту преобразить вашу квартиру. Торопитесь за уютом во дворец культуры имени Ленина. Вас ждут со служебного входа. Выставка будет работать всего три дня. С 23 по 25 февраля. Я очень рада. Вера Андреева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Встречай оружие. А вот сотрудники Березняковского историко-художественного музея подготовили мужчинам особый сюрприз. В эти выходные откроется выставка охотничьего и военного оружия. Выставка оружия дополнила историческую экспозицию музея. На стендах гравированные охотничьи ружья со стволами из дамасской стали. Американские револьверы и линейные винтовки системы Мосина-Нагана, с которыми шли в атаку русские солдаты. Все это оружие конца 19-го, начала 20-го века. Посетители также познакомятся с охотничьим снаряжением и рыболовными снастями того времени. В последнее время мелькает определение культуры как экономики впечатлений. И это действительно так. И сегодняшнее событие, обновление экспозиции исторического зала. Это наши новые впечатления, которые музей дарит своим посетителям. Выставка откроется для березняковцев 23 февраля. Из-за чего у музея много лет не получалось создать эту экспозицию и почему на витрины выставили не все оружие. Об этом мы еще обязательно расскажем в следующих выпусках. А в четвертом детском саду с особой душой подошли к празднованию Дня защитника Отечества. В эту дату шестилетние малыши вкладывают гораздо больше смысла, чем многие взрослые. Сюжет Веры Андреевой. Очень аккуратно. Они очень нам еще будут нужны. И не раз. Всю последнюю неделю в этой группе не до веселья. И даже детские очаровательные личики сохраняют какую-то суровость и серьезность. Мальчишки достали свои военные машинки, а девчонки украсили стены рисунками о войне. Шестилетние малыши готовятся к празднованию Дня защитника Отечества. Сегодня у них урок патриотизма. Воспитатель берет в руки свой телефон, включает военную песню. И дети словно растворяются во времени. А закаты алые, алые, алые. Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы. За четыре дня до войны. Насупившись, он берет краску и рисует землю. Клеит красивую белую птицу с одной стороны, а в другом углу вдруг рвутся мины и проливается чья-то геройская кровь. Дрожащей рукой дети пишут спасибо за мир. И снова и снова просят поставить воспитателя ту самую песню про закаты алые. Я переживаю. А почему? Потому что я думаю, что у меня это когда-нибудь случится. Я своим сердцем чувствую. Как им было тяжело? Да. Когда какой-то человек забудет про войну, нападут фашисты, и этот человек, кто не пойдет в армию, умрет сразу же. Я знаю космические войска, я знаю подводные войска, я знаю военные войска. А ты в каких будешь служить? В космических. Защищать космос. Чтобы никакая армия не проблалась нам на землю или на Россию даже. Эти малыши не задумываясь ответят, где служили их папы и почему так важно идти в армию. Они знают, что такое война. К счастью, со слов воспитателей, все последние дни они вместе читали серьезные, порой тяжелые рассказы. Учили стихи, внимательно рассматривали глобус и теперь точно знают, насколько велика наша сильная и могучая страна. Рассказываем детям, что очень много веков Россия была в крови, в боях. И сейчас, слава Богу, мы уже рождены под мирным небом. И хотелось бы, чтобы наши дети и наши внуки, внуки внуков жили под мирным небом. Для этого нужно что-то делать. Конечно, если ходить с флагом и кричать «я патриот», нет, ты не патриот. А если ты лишний раз поможешь старику, лишний раз, может быть, ты посадишь дерево, вот ты патриот. Я так думаю. И вот это все стараемся вложить детям. Для них 23 февраля – вовсе необыденный праздник, где взрослые не могут определиться, что подарить мужчинам – носки, станок или пену для брезья. Ребята вкладывают в эту дату более глубокий смысл. Сегодня они своими руками сделали красивые открытки и обязательно развесят их на дверях подъездов в честь бойцов, защитников, которые служили, воевали и готовы снова, если понадобится, ради мирного неба отстоять рубежи нашей Родины. Вера Андреева, Степан Никрасов. Новости на ТНТ. Это были главные новости города. Редакция программы «Новости на ТНТ» от всей души поздравляет вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Мира и добра вашему дому. Отличных выходных и только хороших вам новостей.